Ну вот, вот это, смотрите, это стол. Вот за этим столом, когда приезжают туристы, или здесь палаточку ставят, живут, или живут в комнате, здесь обычно мы кушаем. А дальше, вот видите, сделана русская печь. Это садовая печь, это наша летняя кухня. Вы видите человека, это родга, он здесь живет, охраняет, все это сделано своими руками, он печник, он сам эту печь сложил, строитель. И вот здесь всегда находится человек, вот, или несколько человек. То есть здесь не пустыня, здесь живут уже люди. И приезжайте, жить и вы, это очень интересно. Приезжайте в гости, приезжайте волонтерами. Работать здесь очень много. Вот мы с вами заходим туда, где у нас временная крыша, здесь такое у нас помещение складское. А дальше мы пройдем в комнату, которая сделана жилой, которую уже восстановили полностью, где можно жить и зимой, и летом. Вот она здесь, эта комната. Вот, вот все, что здесь сделано. Первый раз зимой здесь уже, первую зиму родга жил в подвале. Вот, потом он жил в палатке. А вот третью зиму, которая сейчас прошла, вот в этой уже комнате. То есть здесь комната сделана при помощи волонтеров, меценатов. Вот, нам делают спасибо добрым людям, неравнодушным, которым интересно, чтобы здесь здание существовало и дальше. Вот, то есть мы получаем иногда подарки в качестве строительных материалов. И очень этому благодарны, потому что все это место делается для того, чтобы люди приезжали, отдыхали, восстанавливались, перезагружались, работать как ретритный центр, проводить фестивали. Вот сейчас пандемия, дай бог, закончится, и будем мы снова веселиться, и будем снова танцевать, водить хороводы, проводить музыкальные фестивали. Все это мы делали до пандемии, и сейчас тоже очень хочется к этому вернуться. Вот, но можно в частном порядке всегда приехать, здесь побыть, походить по просторам, изучить усадьбу. Ну и вот даже зимой здесь можно находиться. Вот эта печь, она восстановлена, она когда ее сделала, восстановлена она по старинным технологиям, без всяких дорогих на сегодняшний день стройматериалов. То есть, вот здесь кирпич старый, из этого же здания, из разрушающихся элементов. Здесь глина, здесь кизячок, я скажу, то есть вот она печь, просто едина, довольно теплое помещение, здесь очень тепло, при том, что окна еще временные, но зимовать здесь было уже очень комфортно и хорошо. За печью есть лежанка, здесь будет еще по-другому сделан пол, заход, но лежанка уже есть, можно там спать. А вот наверху, это наш лофт, современное название молодежь его любит, лофт, да, то есть типа чердак, вот такое. Значит, лестница здесь будет другая сделана, но туда можно зайти, побыть, там очень уютно, и там можно спокойно разместить, ну, при желании, три-пять человек, и там отдыхать. Вот, можно стоять и в полный рост, там довольно уютно, сейчас поднимитесь, заснимите. Вот это все, вот это все, делал Радгас своими руками, вот это, в этом уникальность этого человека-волонтера, который здесь живет уже третий год, вот, то есть вот эти вот балочки, вот это вот все он поднимал, монтировал сам, без всякой помощи. Как он это делает, я просто не знаю, то есть я ему не помогаю, я знаю, что вот я прихожу, он говорит, я буду работать, да, на следующий день прихожу, балка уже стоит, как-то ее подняла, он такой улыбается. То есть человек, который имеет недюжую физическую силу, занимается практиками цигун, он вегетарианец, я тоже вегетарианка, вот, вот это человек, который может делать невероятные вещи, и, ну, очень мне понятно, как, собственно, это своими руками в одиночку без помощников делает.